Майкл Эрик 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 Сейчас будет намного интереснее. Фохман выходит. Первым же касанием мяча отправляет по высокой траектории. Не глядя, первым касанием отправляет мяч в кольцо. Невероятная уверенность и эффективность запредельная. Главное его оружие – это дальний бросок. Астана сейчас пока только отвечает трехочковыми и пытался сотворить что-то подобное. В единой лиге ВТБ защита более плотная, чем в НБА. Четвертый трехочковый от Астаны. Она показывает, что будете давать бросать, будем забивать. Семен Антонов осмелел из угла. Точно треха. Для Ухова и Фохмана, да и, наверное, и для Клаберна – это основной способ набирать очки. Появилась немножко свобода под кольцом ЦСКА. И Астана становится невероятно. Это тоже домашняя заготовка. На проходе. И вот такие микро-моменты. Андрей тренировал. Он сам 98-го года. Мяч вываливается из кольца после броска Томпсона. Но Астана уже выигрывает подборную чужим щитей. И Томпсон со второго раза. Очки второго шанса. Треху через руки. Вот эта уверенность. И снова Хоменко против Томпсона. Просит заслон от Фохмана. Ухов. Доставили мяч до кольца и развернулся. Не только трехочковыми формится Юханес. Практически свободные трехочковые. Здесь уже Андрей Лопатин не успел вернуться. Перехват Жармая Хила. Быстрый отрыв. Быстрые очки. Легкие. Слишком легко. Астане крайне сложно сейчас приходится. Только подстроились под стартовую пятерку. И тут уже другие баскетболисты. Иван Ухов. Вот она уверенность. Отработал в защите. Отработал бросок на штрафном. И сразу забил трехочковый. Отлично разыграли. Все правильно. Разменялись. Получили преимущество в росте, в габаритах и в массе. И не просто защиту. Защиту ЦСКА. Иван Ухов. Находит Клайберна. Издали. Точно. Уилл Клайберн. Первые очки в этом матче. Свободная треха. Этот парень не промахивается. Ну а что в защите? Андрей Лопатин упустил своего визави. И Уилл Клайберн будет один на один разбираться. Его это очень такое крутое оружие. В предсезонном матче. Взялся бросок. Мне кажется, Лопатин чуть-чуть задел. И это был блокшот. Лопатин. Дальний бросок. Точно. Красава, Андрей. Ну и смотри, как просто и эффективно пытаются раскидывать со стана. И получается. Пытаются сделать размен. Не получилось. Раскидали. Томпсон снова играет пикингрол. И Лопатин блокшот. Да, супер. Его длинные руки. И чувство шесть очков. В другая уже была черновая работа. И хорошо, что я вообще закрепился в составе ЦСКАТ на тот момент с молодежным. Ну и опять скромно-скромно всех расставляет, чтобы отдать мяч. И не пытается даже сам обыграть. Ну, Фохман. Свободный бросок. И издали точен немец. Лишняя передача от Хилларда. Должен был сам бросать. В итоге мяч находит Лунберга. И тряточка точно. Красавчик. Наконец-то. Наконец-то забивает Лунберг. Достаточно просто играет Астана, но эффективно. Блокшот от Эрика. Быстрая атака. Лунберг с мячом. Что будет делать? Курбанов. Оооо. Никита Курбанов. Смотрите, какой отличный момент. Курбанов сверху. Отличная передача Лунберга. Набрал крейсерскую скорость. И взлетел. И отдал передачу на Курбанова. Подбор. Еще одна быстрая атака. Лунберг с мячом на Хилварда. Два очка. Ты постоянно в такой плотной борьбе. Тренируешься, играешь. Это уже входит в привычку. И не ощущаешь всех этих столкновений. Затолкал мяч в кольцо. И сейчас, смотри, основа серия заслонов. Томпсона пытаются дать свободы. И он... Невероятно. Невероятно. Я с тобой согласен. Пенсионный матч Евролиги с Панатиной Косом будет в среду. Это будет последний матч Евролиги на этой арене. Легендарная площадка. Джеремия Хиллова просочился. Выкрутился. Какую бы ты комбинацию не придумал. Против блокшота комбинация не работает. Все верно. Хиллорд. Хиллорд трехочковый. Точно. Смотри, снова разменялись. И Семен Антонов против Томпсона. Преимущество маленького. И что он будет делать? Бросать. Все сделал как по учебнику. Томпсон скинул преимущество в скорости. И сломать защиту. А Уилл Клаберн решил в одиночку это сделать. Тяжелый бросок. Через руку. Базербитер. Через руки. Она пытается взломать оборону. Немногое получается. Тем более, когда Итудис не жалеет соперников. И позволяет себе. Джеремая Хилл забил два очка. Отличным флоутером. Очень удачно провела чемпионат. На плей-офф уже не претендует. Но против ЦСКА невероятно. Отличный Алюл. Отправляет куда-то под своды универсального спортивного комплекса. И продолжается атака ЦСКА. Никита Курбанов не точно. Эрик под кольцом. Подбор сверху. Майкл Эрик. И Эрик на подборе. Даже сложно выбрать, что из этого лучше. Ну, а Люк, наверное, по классике. Ловушка. И Иванухов сверху после отличного перехвата. И головой проход. Никита не теряет мяч. И классический, цыровой классический бросок от щита. Майкл Эрик. Хиллер врывается. Фохман. Опять чуть-чуть с первого. Подумал мяч. И Томсов вновь убегает. И вновь против Ухова. На этот раз получается просочиться кольцом. Мяч закрутился. Да, был хитрее. Иванухов издали. И вновь поборолся. Ой-ой-ой. Такая роскошь. Редкость. Редкость. Защита он заслужил возможность бросать. Не попадет сейчас. Попадет потом. Главное бросать. Бэкдор. И с дальней стороны кольца. И смотри, готовится к ловушкам. Снова хотели произвести бэкдор. Томпсон с Хиллом. Трехочковый от Томпсона. Точно. Полсекунды. Полсекунды этого достаточно для того, чтобы Томпсон отправил мяч кольцом. Клайберн против Хилла. Войтман. И три очка от Хоффмана. Соперник думает о том, как сохранить мяч, а не как разыграть его. И это большое, большое, не знаю. Милл Клайберн обыгрывает. И с фоллом закрутил. Не случайно он играет в кроссовках имени Майкла Джордана. Ну и сразу страхует. Не смог накрыть Джерома и Хилла. Его тоже сезон уже закончен. Они не попали в плей-офф. Ой, какой блок-счет получает Хоменко. Но время заканчивалось. Нужно было атаковать. И три лопати. Ах, жалко, не забил. Быстрый отрыв от Астаны. Нет. Да, фолл от Чергина. И думаю, что это будет Н1, да. В составе воспользовался травмами лидеров. И пытается проявить себя. Вот! Вот и главное оружие Данилы. Такой put-back, lay-up. Позволил забить. В нападении справился. Просочился через защиту и добавил. А мог сверху. Не хватило чуть-чуть, может быть, уверенности. И точно подбора лопатина. Как мне нравятся кинжальные проходы от Ифи Лумберга. Два очка. Вот Джеромая не нравится, что излишне такой на него контакт. Обращается к судьям. Раскидывают. И три очка от Томпсона. Без Эмиля Райковича не получается настроить командную игру. И этот сезон для Астаны нельзя... Технично работает Лумберга. И два очка со средней дистанции. Сейчас, возможно, мы увидим серию забитых мячей от Лумберга. И Туди свернул на площадку своих основных игроков. Бломбой травмированный сегодня. И даже не в полном составе. Нет целой пятерки игроков, которые смогла бы этот матч играть. Боевой состав у армейцев. Снова зона защиты от Астаны. И снова из угла трехочковый. Семен Атонов точно. Два раза подряд он не промахивает. Удивительным образом проигрывает сильно и не пытается ничего разыграть. Разбег был на Данка. Но были аккуратные два очка от Хилларда. И снова пытается вернуться в игру. Какой блестящий дриблинг. И три очка от Лумберга. И выбрасывает Астана. Но тоже Роберт Пан подался. И сверху от Бакнера. Почему-то проспали защитники ЦСКА этот вход. И были крутые два очка. Заигрывает Клайверна против Томпсона. И смотри, на дуге в четвером встали. И вот сейчас розыгрыш внутрь. И идеально. Йоханнес Фохман. Юра в середине сезона получил травму. Долго восстанавливался после нее. А Луберг продолжает поливать трешки. И забивает. Позволили. Позволили Томпсона бросить. Мимо. Итак. И Филонберг. Семена Антонова. О, какой блок на Семена Антонова. И два очка. Блестящая передача Лумберга на Семена. Перехват. Лопатина на подстраховке. И что будет? Ой, как красиво. Андрей Лопатин из-под кольца на шагах на своих широких. После своего уже перехвата. Конхронизировалось. И отличные два очка от Андрея. Хоменко вернулся на паркеты. И смотрите. Вот это будущее ЦСКА. Хоменко, Лопатин. И тут же сразу закрывают. Умрихин один остался против Джерома Хилла. Перевисел Юра в воздухе. И забил два очка. Амен для броска сделал. Создал. Создал сам. Да, в стиле Лумберга. Есть еще время. Но я думаю, что и Туди скажет без атаки. Умрихин. Хоменко. Да! Данила Кочергин забивает сверху. И забивает сто очков. Данила красавчик. Хоменко. Большой респект за передачу. За то, что снабдил. Хоменко с Умрихином спорили. Кто из них наберет сотое очко. А вот ворвался. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.